15.35. Мы продолжаем дневной разворот. Александр Плющев, Ирина Меркулова. И к нам присоединяется губернатор, исполняющий обязанности губернатора Кировской области Никита Белых из города Кирова по скайпу. Никита Юрьевич, добрый день. Добрый день, добрый день. Добрый день. Если позволите, начну с новости, которая, наверное, обнадежит тяжелобольных людей. Правительство России поручило сразу четырем министерствам и ведомствам до 22 июля этого года разработать документ, который позволит упростить выдачу, прежде всего, онкологическим больным, наркотических лекарственных средств. Было очень широкое общественное обсуждение этой проблемы в связи с резонансными такими вещами. Там были несколько шокирующих самоубийств тяжелобольных людей. Проблема эта, наверное, и для Кировской области тоже актуальна. Ну, эта проблема, она для всех регионов России. Действительно, в том, что касается оборота наркотических средств, очень много различного рода припонов. Я сейчас даже не буду выставлять оценки. Там хорошие припоны, плохие, зловредные или полезные. Понятно, что борьба с наркоманией является тоже крайне важной стратегической задачей государства. Потому что размер этого бедствия на сегодняшний день сложно переоценить. И деятельность государства по борьбе с этим оборотом наркотиков, она ведется и ведется достаточно активно. А вот в то же время очень важно, как говорится, не выплеснуть вместе с водой и ребенка. То есть, как были известные случаи, когда онкобольные, не имея возможности из-за этих бюрократических процедур получить лекарства, содержащие наркотические препараты для обезболивания и снижения страданий, окончали жизнь самоубийством. В том числе нашумевший случай с контр-адмиралом Апанасенко, который был совсем недавно. Поэтому, еще раз говорю, ситуация известна. Я полностью поддерживаю те поручения, которые были даны. И правильно, что они даны были сразу целому ряду министерств и ведомств. Потому что это не только проблема Минздрава, то есть это проблема и других структур. Это все-таки попытаться выработать такой регламент, такой документооборот, который, с одной стороны, позволит при действительной необходимости получать больным необходимые препараты, но в то же время не создаст какую-то дополнительную опцию для тех, кто торгует наркотиками либо изготавливает на основе медицинских препаратов синтетические наркотики, сильнодействующие. И причем, я напомню, что вот эта ситуация с конфликтом некого между интересами здравоохранения и оборотом наркотиков, она носит далеко не первый характер, не первый случай. Причем предыдущие ситуации, которые были, они носили, может быть, менее яркий, менее плачевный характер, но, тем не менее, тоже широко обсуждаем. Если вы помните, запрет на торговлю кодейно-содержащими препаратами в аптеках. Тоже было много разговоров о том, что есть риск того, что больные, которые не могут получить кодейно-содержащие препараты, будут испытывать дискомфорт, потому что надо получать эти препараты только по рецептам врача. Тем не менее, по итогам, уже более года эта ситуация длится. Я могу сказать, что при том, что объем продаж кодейно-содержащих препаратов упал в разы и на порядке, жалоб большого количества нет. А, например, если говорить о обороте наркотиков, то такое явление, как дизаморфин, практически исчезло. Вот вы просто в эту тему, может быть, не глубоко погружены, а каждый губернатор по должности является руководителем антинаркотической комиссии. То есть мы регулярно вопросами оборота наркотиков занимаемся. И я помню прекрасно, как еще три года назад, два года назад у нас все заседания начинались и заканчивались словами о дизаморфине, как о том препарате, который легко изготовлялся и носил страшное разрушительное действие на организм. А как раз готовился он из кодейно-содержащих препаратов, которые легко продавались в аптеках. Сейчас можно сказать, что вот эта тема дизаморфина, она во многом уже ушла в прошлое. Поэтому вот такого рода, еще раз, конфликты интересов ведомств, ФСКН и Минздрава, они случаются не в первый раз. Поэтому очень важно здесь не просто как-то занимать оголтело ту или иную сторону, а пытаться находить пути решения, как сейчас модно говорить, дорожную карту, для того, чтобы и, безусловно, помочь больным избавиться от бюрократической волокиты и в то же время обеспечить безопасность государства в честь оборота наркотиков. Ну да, все это замечательно, дорожные карты и так далее, но больные в это время терпят. Да, потому что только к 22 июля им разработать документ, а что там будет дальше, непонятно. Лена, еще раз, я могу точно сказать, что бесконтрольная выдача препаратов нанесет ущерб на порядке, отличающийся от того, о чем мы сейчас говорим. То есть вы же прекрасно понимаете, что львиная доля наркоторговли это не только произведенные наркотики или привезенные. А бесконтрольная выдача и речи же не идет. Так вот, очень важно понять, что такое бесконтрольная. Знаете, современные рецепты достаточно просто подделать. Тоже ведь мы понимаем, что и врачи, и работники аптек тоже люди не святые. Поэтому здесь необходимо создание целой системы защиты многоуровневой, которая бы позволила не просто сказать, что давайте на рецепте будет ставить подпись врача и, пожалуйста, наркотики выдавайте. Нет. Поэтому здесь, еще раз говорю, очень важно взвесить все за и против и найти тот путь, который будет обеспечивать по-настоящему безопасность с точки зрения оборота наркотических веществ. Я еще хотела вас спросить по поводу качества медицинской помощи онкобольным в Кировской области. У вас там народ лечится, наверное, да? Или в основном в Москву едут? Понимаете, все ведь зависит от того, на какой стадии обнаружены заболевания. Почему мы, я в данном случае говорю не только о Кировской области, но и в целом о позиции Минздрава, такое внимание уделяется процессам диспансеризации. Самое главное и самое, будем так говорить, эффективное с точки зрения государственной политики, что может быть сделано, это раннее обнаружение заболеваний, в том числе и онкозаболеваний. Вот в процессе диспансеризации, который идет у нас по области и в прошлом году, и сейчас, уже обнаружено достаточно большое количество онкозаболеваний в самой ранней стадии. То есть это та стадия, которая лечится и лечится достаточно успешно. Понятно, что в случае, если бы эти заболевания не были обнаружены в рамках диспансеризации, то с высокой степенью вероятности можно было предполагать, что когда пациент уже почувствовал бы это и пришел бы к врачу или пришел бы в больницу на обследование, то стадия, на которой бы застали эту злокачественную опухоль, могла быть уже неоперабельной и вообще как бы там нелечима. Поэтому здесь, еще раз говорю, самое главное, что можно делать и что должно делать государство, это всячески стимулировать, мотивировать граждан, то есть на регулярные обследования, на регулярные диспансеризации. В зависимости от того уже в какой стадии обнаружены, если не дай бог, обнаружены эти заболевания и принимается решение о том, где и как проходит лечение. Спасибо. Это исполняющий обязанности губернатора Кировской области Никита Белых. Все время хочется вас губернатором назвать, Никита Юрьевич. Не нарушайте. Кстати, да не, не будем абсолютно. Кстати, спрашивает вас Никита Юрьевич, Максим из Москвы прислал нам плюс 7, 985, 970, 45, 45 и твиттер-аккаунт вызван. Тоже можете, как и Максим, воспользоваться этими каналами. Как господин Белых относится к досрочной отставке губернатора ради переизбрания в Москве, Якутии, Мурманской области? Вот в Мурманской области сегодня была история. Это решение, которое принимает сам губернатор для себя и там проговаривает и согласовывает его соответственно с руководителем государства. Мне здесь сложно давать оценку, поскольку я на процедуру какой-то досрочной отставки не шел. То есть, собственно, у меня срок полномочий закончился в январе 2014 года, и в январе 2014 года указом президента я был назначен исполняющим обязанности. То есть, понятно, что есть случаи, когда вот такие решения носят в какой-то степени вынужденный характер, когда получается так, что на выборы губернатора накладывается еще ряд выборов регионального парламента, выборы мэров областных центров, еще что-то, Государственную думу, выборов президента, не дай бог. Тогда, конечно, имеет смысл как-то откорректировать эти вопросы, в том числе и, возможно, через досрочную отставку. Это вопросы, еще раз говорю, скорее, там, технические. Если есть какие-то другие причины, то как раз, мне кажется, эти причины и обсуждают руководители региона с руководителем государства, когда речь идет о досрочной отставке. У меня такого прецедента не было, поэтому мне сложно здесь говорить о мотивах. Здесь есть еще тема по внедрению новейших технических средств в сферу безопасности населения. У вас там в области в последнее время все это дело внедряется, насколько я понимаю. Ну, по сообщениям показывали вы эти системы полномочному представителю президента в Приволжском федеральном округе Бабича. Вот. Что показывали? Расскажите нам. Ну, не только показывали, но и рассказывали, да? Потому что речь идет не только о том, что есть на сегодняшний момент, но и о том, а что планируется делать. Я думаю, что слушатели Эхо Москвы хорошо себе представляют, что тема безопасности это не только набор видеокамер или там фото-видеофиксации, которая следит за каждым из граждан. Это целый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в самом широком смысле этого слова. Это касается и деятельности органов здравоохранения, и МЧС, и МВД, и ряда других структур и служб. Значит, к большому сожалению, на федеральном уровне достаточно долгое время каждая из федеральных ведомств и министерств осуществляла свою программу, направленную на обеспечение безопасности. В результате, в определенный момент времени многие регионы столкнулись с тем, что даже технологически многие программные комплексы, они там друг с другом не состыкуются. Поэтому возникла необходимость и потребность создания на уровне каждого региона комплексной программы безопасный город или безопасный регион, которая бы включала в себя набор модулей, которые как раз подразумевают и безопасность дорожного движения, и общественную безопасность в городе, и службы экстренных оповещений 112 и многие другие элементы. Поэтому то, что мы показывали в рамках визита полномочного представителя президента, это как раз некий сегодняшний момент срез. Мы говорили, вот у нас сейчас в городе расположено там 105-107 видеокамер, нам в городе нужно 250 камер для того, чтобы полностью закрыть все территории обзора. Вот они так-то, так-то работают. Вот помимо... Ну вот уже два года у вас это внедряется программа, какие результаты? Результаты хорошие на самом деле, так, то есть у нас, если говорить о чисто статистике криминальной, да, то там снижение за прошлый год количество убийств в пять раз, разбойных нападений в три раза. Если говорить про этот год, то этот год единственный, когда у нас вот с начала года, то есть вот уже больше одного квартала прошло, да, то есть там четыре месяца, на улицах города не совершено, на улицах именно, да, я подчеркиваю, то есть вот то, что как бы входит в понятие там безопасной территории, не совершено ни одного убийства, ни одного разбойного нападения. То есть понятно, что там какие-то бытовые убийства, значит, там при распитии спиртных напитков в домах там происходит, но это то, что мы в рамках этой системы контролировать не можем. А так, то есть мы наблюдаем достаточно серьезное снижение вот как раз уличной преступности такого тяжкого характера. И это, еще раз подчеркиваю, не только вопросы функционирования какого-то количества видеокамер, это целый регламент и целый комплекс работ, куда задействованы и там ночной патруль, и службы такси, то есть у каждого таксиста, работающего на территории города, есть специальная кнопка там доступа в оперативную часть, то есть куда он докладывает о, условно говоря, что видит подозрительную машину, которая, возможно, управляется пьяным водителем, или, значит, видит что-то, что ему кажется подозрительным на улицах города. Также действует система добровольных народных дружин. У нас около 2000 дружинников по городу, значит, собственно, осуществляет дежурство. Да, регулярно там 179 нарядов по городу функционирует. Есть еще целый комплекс мероприятий. Еще раз подчеркиваю, это не только железо, не только софт. Это комплекс мероприятий с прописанными регламентами и четкими механизмами реагирования. То есть если говорить про исключительно систему фото-видео фиксации, то это оборудование, которое находится на балансе области, то есть мы за него платили и платим, но оператором, управляющим являются в данном случае органы ОМВД, поскольку и протоколы выписывать, и соответствующие правовые действия могут осуществлять только должностные лица системы ОМВД. Вот. Ну, в связи с этим, но в том числе продолжает тему, тема безопасности на улицах, я нашел одно сообщение, которое, честно говоря, меня поставило в тупик. Это сообщение вашего регионального издания «Девятка», возможно, вы знаете. Вот. Значит, исполняющий обязательства губернатора Кировской области обещал разобраться, кто согласовал шествие на Октябрьском проспекте, которое прошло 1 мая. Речь о чем идет, чтобы наши слушатели понимали? Некое шествие, в котором участвовало несколько десятков человек. Как сообщили в городской администрации, организаторы мероприятия в качестве шествия указали пропаганду здорового образа жизни. Вместе с тем, на самом шествии о здоровом образе жизни практически ничего не говорилось. Его участники, которые несли имперские флаги, имперские флаги, подчеркиваю, цитирую, скандировали лозунги «Слава Украине героям слава», «Слава Руси», «Один за всех и все за одного» и «другие». То есть, хоть сказать, что нездоровые какие-то собрались. Но они противоречат друг другу. Не важно, я думаю, что это издание ошибается. Не важно. Накануне в Твиттере Никита Белых заявил, что он попытается разобраться, кто именно согласовывал подобные лозунги. Есть какие-нибудь результаты расследований, Никита Юрьевич? Вот, Саш, ты считаешь мой Твиттер. То есть, вот то, что... Я не всегда учу, а там много. Да, вот правильно формулировка была такая. Был вопрос о том, кто согласовывает. Я говорю, подобного рода мероприятия согласовывает город. Город, да-да-да. Там дальше это написано, я просто не дочитал. Да, поэтому тут у меня нет сомнений по поводу того, кто согласовывал город, потому что только город и может согласовывать подобного рода митинги и шествия. Другое дело, что, как вы правильно заметили, при подаче заявок на этот митинг речь шла о здоровом образе жизни, значит, да, и совершенно там безобидных лозунгах. Сейчас я уже дал поручение соответствующим структурам проверить на содержание экстремистского характера, значит, иных нарушений законодательства, поскольку действительно та запись, которая была выложена в интернете, особенно на фоне событий, которые происходят на Украине, в том числе и которые происходили после 1 мая, да, то есть вот после этого марша, она, конечно, выглядит диковато, так. То есть поэтому поручение такое дано, сейчас проверку ведут, но еще раз говорю, по поводу, кто и как согласовывал, я уверен, что здесь никаких нарушений законодательства не было. А вот если были нарушения при проведении этого мероприятия, в том числе нарушения в части лозунгов заявленных, да, в части направленности заявленных, тогда люди, которые организовывали это мероприятие, будут нести соответствующую ответственность, да, будут нести ответственность либо административную, либо если будет определено и экстремистское содержание, да, тогда и уголовное, вот и все. Если на уровне города решается, почему власти города не озаботились, почему вмешательство губернатора потребовалось, или вы так как-то наблюдете? Потому что у власти города нет твиттера, а у губернатора есть твиттер. Вот вся разница. Потому что она же там, как говорится, ищет народ не там, где светло, не там, где потеряли, а там, где светло. Обращается не к тому, кого нужно спрашивать, а к тому, кому есть доступ. То есть, вот, собственно говоря, поэтому мы и часто отвечаем за всех, как за высши стоящих, так и за муниципальных. И повезло им с вами, Никита Юрьевич. Это я почему злой был? Потому что у меня велосипеда не было. Тут вот вы упомянули события на Украине в том числе, и тут есть вопросы с Амарской области. А спросите Белых, он поддерживает власти РФ по отношению к Украине? Ну, Александр, мы уже давно, а именно вот уже пять лет, как существует программа «Дневник губернатора», договорились о том, что я комментирую только те события, которые тоже относятся к компетенции региональной власти. Он не офит, Никита Юрьевич. Я, да, я тут редко бываю, извините, поговорить. Что я не тот вопрос неправильно отслушателю задал. Нет, нет, просто... Какой-то неформатный. Он называется «Дневник губернатора», а не «Дневник эксперта». То есть, поэтому все, что касается действий региональных властей, любого региона, я могу комментировать о том, что, на мой взгляд, неправильно делают региональные власти в другом регионе, хотя это и некорректно, да, то есть, но, во всяком случае, вопросы, связанные с внешней политикой, вопросы, связанные с другими направлениями, относящимися к компетенции федеральных органов власти, я их не комментирую, потому что, ну, здесь действительно это неправильно. Вот уйду на пенсию, буду комментировать, пожалуйста. То ли дело купальный сезон, который Белых открыл 1 мая. Да, но это вообще относится даже не к компетенции региональной власти, а это уже относится к теме открытости власти. То есть, вот, знаешь, как туркменский аккент, что вижу, то пою. То есть, вот кто-то котиков фотографирует, кто-то, как Александр регулярно, информирует о том, сколько он пробежал, что он съел, то есть, вот, на кой этаж он поднялся, не запыхавшись. То есть, а я вот, пожалуйста, вот я 1 мая регулярно уже на протяжении нескольких лет открываю плавательный сезон, так, откидывая рукой льдинки, то есть, я уже начинаю плавать. Я почитал, опять же, ваши СМИ, а они теряются в догадках. Я не знаю, почему, может быть, доступ. Какому озеро? Озеро. Что за озеро? Что за озеро? Озеро Черное называется. Озеро Черное. Хорошо. Теперь все. Все маски сброшены. Хорошо. Перейдем к серьезным темам. Почему 1 мая-то, извините, я просто, может быть, куда-то внедряюсь не туда, ну, рановато по всему. Ну, я вообще... Или вы 1 мая так отмечаете? Я вообще занимаюсь активно плаванием и отдельно плаванием в открытой воде. Я каждый год переплываю, там, Белохолунинский пруд, там, плыву в компании сотоварищей больше двух километров. Я вообще люблю, скажем, плавать в открытой воде, в том числе, и, может быть, в условиях, которые кому-то покажутся слегка экстремальными. То есть, ну, вот, я, конечно, не могу сказать, что там купание при температуре 7 градусов, как это было 1 мая, меня сильно радует, хотя бодрит, конечно. Но вот уже там градусов 12-14, я считаю, уже достаточно для того, чтобы плавать. Поэтому с мая по сентябрь у меня плавательный сезон. Ну, тогда у нас немного времени осталось. Как будет идти парад победы у вас в Кирове? Вы обещали, что что-то необычное. На качественно новом уровне, как пишут у вас на сайте. Опять же, качественно новый уровень касается в целом подготовки к Дню Победы. Во-первых, мы День Победы рассматриваем и как подготовку к юбилейному Дню Победы, который будет в следующем году, в 70-летии. Поэтому мы, во-первых, хотим немножко изменить формат парада. Вы знаете, что официально парады с использованием военной техники проводятся только в городах-героях и по отдельному распоряжению Министерства обороны и соответствующих военкомов тех или иных родов войск. Мы договорились о том, что у нас такой небольшой парад с использованием военной техники будет проведен впервые в Кирове на театральной площади. Там есть масса технических нюансов, но мы их сейчас как раз там доводим и согласуем. Причем эта техника будет не только военной техникой, но и спецтехникой МВД, МЧС и там ряда других структур. Во-вторых, мы загодя объявили конкурс школьных сочинений в районах области и победители этих конкурсов будут, будет им дана возможность приехать, их, собственно, привезут в Киров для участия в этом параде и в дальнейшем возложении цветов к Вечному огню. Ну и кроме того, естественно, ряд проектов, посвященного победе в Великой Отечественной войне, то есть мы вот в том числе сейчас как раз буквально сегодня выходят из типографии брошюры по героям войны, чьими именами названы улицы, переулки, площади в населенных пунктах Кировской области, потому что, я думаю, эта ситуация аналогична во всех регионах. Их очень немного, кто знает вообще, чем прославился тот или иной земляк, чьим именем названа улица в том городе, где живет человек. А много ветеранов, Никита Юрьевич, в Кировской области? Ну, к сожалению, уже немного. То есть мы в данном случае говорим о трех тысячах, но их с каждым днем становится все меньше и меньше. То есть надо понимать, что это категория, которая уменьшается. Но мы говорим не только, естественно, о ветеранах войны, но и о дружниках тыла, потому что я считаю, что День Победы это в одинаковой степени как праздник тех, кто участвовал на фронтах, так и тех, кто, собственно говоря, ковал Победу в городах, работая на заводах по 18 часов в сутки. Я надеюсь, проблемы их решены, потому что у нас, как выясняется, в стране еще есть ветераны Великой Отечественной войны, у которых личные проблемы, еще какие-то проблемы. Мы об этом говорили несколько лет назад, действительно была запущена большая масштабная программа по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей. Эта программа еще продолжается, и это связано с тем, что далеко не все ветераны стояли на учете как нуждающиеся, и поэтому там не проходит и месяца, чтобы еще несколько ветеранов не встали на учет, поэтому при том, что там подавляющее большинство уже обеспечено жильем, ну либо им предоставлена такая возможность, потому что по законодательству они могли либо получить жилье, либо получить деньгами, так, то есть соответствующую сумму, исходя из расчетов и нормативов. Вот, и могу сказать, что многие брали либо деньгами, либо брали жилье, которое потом передавали своим детям и внукам. То есть вот по нашим оценкам до 70% от помощи, которая шла, во всяком случае, по нашему региону, она пошла, будем так говорить, не впрямую на улучшение жилищных условий. Эта программа продолжается, и я надеюсь, что она будет в самое ближайшее время завершена. Это Никита Белых, исполняющий обязанности губернатора Кировской области в прямом эфире на ЭХИ Москвы. Большое спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok